МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мать погибла на месте, ребенок сейчас в больнице. Я сама лично видела только женщину, как лежала. На автомобиле есть штрафы, на водителя нет. Ждут качели и карусели, и говорят, что детям теперь негде играть. У нас внутри, да, у всех кипит уже. Местные жители год ждут возвращения детской площадки после ремонта двора. Все как у взрослых. Школьники сдают экзамен по правилам дорожного движения. Это нужно, чтобы сохранить жизнь. Четыре ребенка уже погибло, и 160 получили ранения различной степени тяжести. Здравствуйте, в эфире новости Юго-Востока Татарстана в студии Тимур Туманов. В Альметьевске прошлой ночью произошла авария, в которой погибла женщина и серьезно пострадала ее дочь. Наезд на пешеходов совершил 37-летний водитель автомобиля Ауди. Предварительные версии трагедии, рассказ очевидцев и детали происшествия, которые удалось выяснить нашему корреспонденту в следующем материале. Не увидел и водитель Ауди, который ночью сбил двух пешеходов. Все произошло на дороге около улицы Заречной в Русале. Автомобиль из 1984 года рождения ехал со стороны улицы Рыжикова в направлении Советской. Все произошло в 23.25. По предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на двух пешеходов. 1978 года рождения и 2012 года рождения, которые нарушением правил дорожного движения при наличии обочины двигались по проезжей части без светоотражающих элементов. Стало известно, что водительский стаж мужчины 15 лет. Он ехал на Ауди Ку-7. Это автомобиль его отца. В момент ДТП водитель был трезв. Он сам вызвал скорую помощь, хотя подоспевшие очевидцы тоже попытались это сделать с автозаправки. Нет, детенка была ночью, она испугалась, короче. Возьмите полденадцать ночи в город. Просто прибежал этот мальчишка. Вызывайте такую скорую, там женщину с ребенком. Вызывали скорую отсюда, получилось? Нет, по-моему. Не смогли они через сотовой. Со слов других сотрудников, клиенты АЗС рассказали, откуда в поздний час возвращались женщина и ее дочь. В общем, в бане будет этот шею. После бани? Это сегодня мужики рассказывали. Ага. Заходят люди вот, которые... А здесь, которые живут, да? Наверное, да, заправдаться заезжают. Ага. Говорят, после бани шли. Буквально через несколько минут после аварии на этой дороге проезжала и Аделина. Девушка с подругой возвращалась домой. Мы проезжали примерно за... Ну, после, там, через 20 минут буквально там. Потому что была только скорая. Я сама лично видела только женщину, как лежала. Видимо, ребенка мы не увидели, потому что им занимались как раз-таки. Стоял виновник ДТП уж. Много очевидцев, которые... Чтобы проезжали машины, там, не загораживали все это дело. Ну, так вот. И уж вторая скорая как раз к этому моменту подъезжала. Больше там никого не было. На участке дороги, где случилась авария, есть широкая обочина. Место хорошо освещаемое в ночное время. Проезжая часть ровно без резких поворотов. Несмотря на то, что здесь есть и велая, и пешеходная дорожка, по словам очевидцев, женщину нашли на проезжей части. Пыталась ли она перейти дорогу в неположенном месте? Или какие-то другие обстоятельства вынудили ее оказаться на дороге? Предстоит выяснить следствие. На место ДТП выезжал заместитель Альмитевского городского прокурора Ильнур Габдурахманов. В результате дорожного транспортного происшествия женщина погибла на месте. Ее дочь с телесными повреждениями доставлена в реанимационное отделение. По данному факту, в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 204 Уголовного кодекса Росфедерации. Расследование уголовного дела находится на контроле Минскорской прокуратуры. Прохожие, с которым нам удалось пообщаться, говорят, что здесь дорогу не переходят. Считают, слишком опасно. Автомобильный поток достаточно интенсивный. Лучше дойти до пешеходного перехода. Здесь вообще перехода нет. Движение большое, сами видите. Здесь обычно не ходят, не знаю. Не ходят? Нет, здесь нет. А где ходят? Там пешеходный переход. Там же есть знаки. А здесь я не видел штрафы. Ребенок, пострадавший в ДТП, находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос с ее транспортировкой в ДРКБ. Автомобиль находится на штрафстоянке. За ним числятся несколько нарушений. На самом водителе их нет. Есть вероятность, что в ближайшее время машина будет арестована судебными приставами за их неуплату. Назначены необходимые экспертизы. Ведется следствие. Катерина Машинцева, Тимур Туманов, Новость Юго-Востока. Еще одно ДТП произошло сегодня утром в Альметьевске на улице Объездной. Там столкнулись Рено и КамАЗ. Удар был настолько сильным, что в результате легковушка получила серьезные повреждения корпуса. Пострадал водитель иномарки. Его забрали на машине скорой помощи в больницу. В Альметьевске на выходных будет затруднено движение от перекрестка Ленина-Джалиля до Ленина-Радищева. 25 и 26 июня на этом участке запланированы дорожные работы. Движение будет осуществляться в две стороны, но в одну полосу. Изменится и маршрут некоторых троллейбусов. Номер один будет в эти дни доезжать только до кольца РТС. А конечной остановкой у тройки на время станет микрорайон Ешлег. У автобусов и троллейбусов седьмого маршрута А и Б маршрут останется прежним. Кроме того, в это воскресенье в городе пройдет крестный ход, посвященный десятилетию Альметьевской епархии. 26 июня с 11.30 до 13.30 перекроют въезды и съезды на участке улицы Ленина от проспекта Строителей до улицы Чехова. Оставили без детских площадок. Такими словами встретили нашу съемочную группу жильцы двора дома номер 3 на улице Фахредина и 155 на улице Советской. Прошлым летом территорию благоустроили по программе «Наш двор». Часть старой уличной мебели, в том числе и детские площадки, демонтировали. Вместо них появились новые, но, как говорят местные, их не хватает на всех детей. Мы попытались разобраться в ситуации. У нас уже кипит все, вот у нас внутри, да, у всех кипит уже. Так описывают свои чувства местные жители. Валентина Романова живет в 155-м доме на улице Советской с конца 80-х. То есть ровно с того момента, как дом сдали под заселение. Помнят разное. Как всем вместе приходилось отстаивать территорию, на которой теперь футбольное поле физкультурного колледжа от застройки. Помнят, как в 90-х на месте двора был пустырь. Нормальный двор оформился по ее памяти лет 7 назад. А в 2021-м на территорию пришел «Наш двор». И когда это все прекратится, мы сами не знаем, когда нам это все вернут. Две карусели было, детишки качались, можно было играть. В этом году два года мы детей не видим во дворе. Осенью прошлого года жильцы двух домов отметили праздник «Добрые соседи». Они надеялись, что теперь вся работа позади. Останется только дождаться новых детских площадок. В прошлом сезоне проекта некоторым дворам пришлось ждать чуть дольше заявленного срока. Не успевали поставщики. Когда долгожданная уличная мебель появилась, местные жители не досчитались пары горок и качелей. Только детская одна маленькая горка осталась. Из того, что было, все убрали. Качелей ни одной нет, чтобы покачать детей. Маленькой Кире эти горки пока в пору, но дети быстро растут. У нас были качели, пусть и советских времен, так скажем, но мы могли покачать детей. Две качели у нас там стояло, и две качели цепочки у нас были здесь. Сейчас вот после проекта ни одной качели не осталось. Анна Маланчева добавляет к списку еще одно замечание. Теперь площадка покрыта песком, но в бюджет программы входит только он. Другие виды покрытия допускаются, но дополнительные траты ложатся на плечи управляющих компаний. Не каждая организация может себе позволить полимеры, резиновую плитку или просто застелить поверхность полотном. Цены на рынке могут колебаться, но если брать за среднее значение данные одного из сайтов, то цена за один квадратный метр плитки начинается с 1400 рублей, а заканчивается почти четырьмя. Плюс класть их можно только на твердое основание, бетон или асфальт. И это дополнительные траты. Постоянно у нас дети здесь играли. Постоянно. Я же говорю, мои дети здесь выросли, мои внуки уже здесь выросли. Практически вот внучь у меня 14 лет. Что касается уличной мебели или мафов, то старые детские площадки могут не соответствовать современным требованиям безопасности. У нас вышел новый технический регламент, евразийский ТРА и ЕАЭС. И все те горки, качели, которые до этого считались безопасными для детей, сейчас они не являются безопасными. То есть производится акт об обследовании этих мафов, малых архитектурных форм. Кроме того, что сами качели и горки по отдельности или в составе площадки могут не попадать под новые стандарты, так они еще и могут быть установлены на месте прохождения коммуникаций. Как говорят коммунальщики, случай двора этих двух домов один из таких. То есть жесткое требование, на самом деле очень часто мы с этим сталкиваемся. То есть люди говорят, ну вот же стояла детская площадка, она стояла на сетях и это является на самом деле грубейшим нарушением. Поэтому это нарушение в рамках программы «Наш двор» исправляется. Ситуации вокруг уличной мебели повод для соседей встречаться чаще. Каждый день в их дворе собирается небольшой совет активистов. Если новые детские площадки и появятся в этом дворе, то только за счет стороннего финансирования. 25 внутриквартальных территорий Бавлов благоустроят в рамках республиканской программы «Наш двор». На скольких площадках уже идет строительство и какие работы ведутся – далее в сюжете. На сегодняшний день в городе на 16 придомовых территориях кипит работа. Ремонтные работы ведутся на нескольких дворах по улице Салиха Сайдашева, а также по улице Калинина, Зиновьева, Пионерской, Гоголя, Площадь Октября и строителей. В настоящее время на придомовых территориях рабочие заняты реконструкцией тротуаров, детских и спортивных площадок. После окончания этих работ начнется асфальтирование дворов. Некоторые дворы уже приобрели особый вид и уже понятно, где будет проходить тротуар, а где детская площадка. Все меняется, обновляется за короткий промежуток времени. На некоторых детских площадках даже установлены игровые комплексы. Все ремонтные работы ведутся многопрофильной строительной компанией «Омега». Фонзи Шамсидинова живет в доме 23А по улице Салиха Сайдашева с 2000 года. По ее словам, она очень любит наблюдать за обновлением двора из окна своей квартиры. Отрадно, что благоустроили пешеходные дорожки. Не знали, откуда ходить. Сейчас вот появились тротуары. Детскую площадку делают. Наш двор будет прекрасным. Из окна наблюдаем. Видно, что стараются. Все делают быстро. Если б не дожди, работа кончилась бы раньше. Мы очень благодарны. Пусть делают наш двор еще краше. 27-й микрорайон стал полноценной строительной площадкой. Здесь, кроме дворов, параллельно ведется строительство парка. Активно работы ведутся и перед одним из самых больших домов города – домом номер 23 по улице Салиха Сайдашева. Здесь появились тротуары, места для игровой и спортивных площадок. Жители дома с нетерпением ждали благоустройства придомовой территории. Ну, преображаемся мы. Двор преображает. Будет детская площадка, парк. Тротуарчики будут. Будет красота. Так что радуйтесь и живите. По словам самих рабочих, ремонту в этом году мешают проливные дожди. Из-за этого работы выполняются с отставанием от графика на 15-20 дней. Айгур Хусейнова, Артем Артемьев. Новости Юго-Востока. Как сделать личное подсобное хозяйство успешным, знают фермеры из Заинского района. Главы сельских поселений регулярно съезжаются в такие подворья, чтобы обменяться опытом и посмотреть на реализацию госпрограмм в действии. Подробности далее. Очередной выездной семинар глав сельских поселений Заинского района прошел в Оксаринском сельском поселении. Раз в месяц руководители поселения собираются вместе, чтобы на месте посмотреть, как на селе работают государственные программы. Одним из примеров стало личное подсобное хозяйство мусы Минулина в деревне Новый Токмак. Начинали 7 лет назад с малого. Сейчас на мини-ферме 10 дойных коров. По 10-15 литров дают каждый раз. И это реализуем, конечно, на рынке. И здесь, в Альметьевске, и здесь, в Заинске тоже самое. Работают вместе с супругой. Большую помощь оказывают дети. Хозяин говорит, что это огромная поддержка для семейного бюджета. Участников семинара призвали активнее развивать в своих поселениях такие подворья. Время такое доказывает о том, что фермер ли это, ЛПХ ли это. Если у тебя есть скот, если у тебя есть поле, огород, картошка, значит, другое третие. Сегодня человек может себя считать уже более спокойным. Показали участникам семинара и успешно работающие в деревне Старый Токмак крестьянско-фермерские хозяйства Петра Степанова и Крамедина Шагарданова, которые вместе с супругой занимаются выращиванием овощей. Площади составляют 10 гектаров. Сейчас под овощами 10 гектар овощей, 4 капусты, 4 лука, морковь, свекла. В общем, тоже стараемся, чтобы были овощи в районе. Продукцию фермеров Шагарданова хорошо знают горожане. К ним на осенних ярмарках выстраиваются очереди. Вспомнили и об опыте выращивания арбузов. Лет 15 назад они пришлись по вкусу всему району. Но, как показала практика, капуста с морковкой на рынке все-таки востребована больше. В 2019 году, наверное, впервые в Зайенском районе арбуз выращивали. В завершении практической части семинара глава Оксаринского сельского поселения Юрий Гельманов рассказал, как работает в поселении система самообложения граждан. За годы работы программа в селе появились и новые дороги. Уличные освещения приведены в порядок общественной территории села. Появился памятник труженикам тыла. Глава района призвал сельчан активнее участвовать в этой программе. Пока эта программа работает, обязательно надо воспользоваться. Президенту большое спасибо. Он рублю в 4 рубля добавляет. В самом деле, кладбище привели порядок. И заборы, и оформление. 110 кладбищ у нас в районе. Все они приведены в порядок. В сельском Доме культуры прошла пленарная часть семинара. Речь шла о работе органов местного самоуправления. Был дан общий анализ работе сельских поселений района. И определены дальнейшие задачи. Елена Маврина, Денис Сипатов, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. Больше новостей вы найдете на нашем сайте. Поделиться с нами интересными новостями, сообщить о своих проблемах. А также прислать видео с мест событий и происшествий можете и вы. Сделать это просто по номеру WhatsApp и через любые соцсети. Мы продолжаем выпуск. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Все как у взрослых. Школьники сдают экзамен по правилам дорожного движения. Это нужно, чтобы сохранить жизнь. Каждому свое. Хочешь трудись, хочешь отдыхай. В Павлах открылись детские трудовые пришкольные лагеря. Летние каникулы не повод забывать о правилах поведения на дороге. В этом убедились воспитанники пришкольных лагерей. Они приняли участие в городском конкурсе ЮИД Дозор. Показав свои умения водить велосипед, знания правил дорожного движения и навыки оказания первой помощи. Подробности смотрите в сюжете. Юные инспекторы, как на настоящем экзамене в ГИБДД, сдают теорию правил дорожного движения. Отвечают на вопросы о том, как правильно ездить по городу на велосипеде. Специалистов тревожит количество ДТП с участием детей на велосипедах. За пять месяцев этого года в республике Татарстан произошло 151 дорожно-транспортное происшествие с участием детей до 16 лет. Где четыре ребенка уже погибло и 160 получили ранения различной степени тяжести. Участники – воспитанники Центра детско-юношеского творчества и отдыхающие в детских пришкольных лагерях из восьми школ Альметьевского района. На конкурсе девять станций, которые помогут детям наглядно усвоить правила безопасности. Одна из них – регулировщик. На ней ребята должны правильно назвать сигналы инспектора, когда можно и нельзя переходить дорогу. На соседней станции практикуется фигурное вождение велосипеда с пятью препятствиями. На точке первая помощь дети спасали жизнь раненому в аварии. А в задании «Светофор» участники пытались попасть мечом нужного цвета в подходящий окошечко светофора. Городской конкурс проводится территориальным управлением в Альметьевске ГБУ «Безопасность дорожного движения» совместно с Управлением образования и Центром детско-юношеского творчества. Мы напомним о правилах езды на велосипеде, потому что наблюдается очень много нарушителей на улицах нашего города. Еще раз напомним о том, что прежде чем перейти в проезжую часть дороги, нужно обязательно спешиться с велосипеда, что нужно обязательно использовать экипировку для велосипедиста. Раздадим памятки и наградим призами по итогам данного конкурса. Городской конкурс «ЮИД-Дозор» в игровом формате помогает детям лучше запомнить правила, которые сохраняют жизнь. Соблюдайте правила дорожного движения! По итогам конкурса победителем стала команда из Центра детско-юношеского творчества. Второе место у школы номер 16, а третье у 24-й школы. Рената Столярова, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. Сегодня Альметьевск посетила олимпийская чемпионка Камила Валеева. Она побывала в Центре хоккейной подготовки «Нефтяник», где ей провели экскурсию. Спортсменку успела дать мастер-класс юным фигуристкам. В этот же день Альметьевск посетил блогер и общественный деятель Рустам Набиев. Вместе с Камилой они побывали на церемонии честования победителей конкурса социальных инициатив «Энергия добра от Татнефти». Подробнее смотрите в сюжете в понедельник. В 55-й раз музыкальный колледж выпускает своих студентов. Многие из них продолжат свой творческий путь. На каких бы сценах они ни блистали, свою первую и родную они никогда не забудут. На выпускном вечере под венгерскую рапсодию и арию Джульетты побывала Катерина Машенцева. Венгерская рапсодия «Ракоцый марш» в исполнении студентки Альметьевского музыкального колледжа открывает этот вечер. Для зали он станет заключительным, как для ученицы. Теперь она выпускница отделения фортепиано. Впереди поступление в консерваторию. Но все это для нее сегодня кажется сном. И не верится, что четыре года пролетели, как один день. Я бы еще на один год осталась, если честно. Мне очень нравилось здесь учиться. Вся моя жизнь, можно сказать, этот колледж стал мне домом в прямом смысле. Я тут круглыми сутками была, училась. И атмосфера здесь замечательная. И я очень рада, что я в этой сфере, что я музыкант. Мне кажется, нет профессии лучше, чем профессия музыканта. На свой выпускной ребята пригласили главу района. Тимур Нагуманов вручил красные дипломы отличникам и дал свои напутствие теперь уже профессионалам сцены. Вы невероятно талантливые, вы невероятно красивые. Перед вами вся жизнь. Но главное дальше также продолжать трудиться, потому что вся наша жизнь – это учеба, это борьба, это стремление к новому, к лучшему. К его словам присоединился директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин. Теплые пожелания выпускникам прозвучали и от директора колледжа. За четыре года, которые вы провели в здании этого колледжа, вы выбрали себе свою дорогу. В этом вам помогали родители, в этом вам помогали педагоги. Я вам желаю счастья. Счастья вот в этой творческой, насыщенной жизни. А еще личного счастья, семейного счастья в идеале, конечно, в нашем городе. Непростой путь в четыре года пройден не только студентами, но и их педагогами. И оттого радостно и грустно на душе и у них – проводников в мир сценического искусства. Этот курс вот очень яркий, он неординарный, он очень энергичный. И такая группа подобралась, то есть там были, так скажем, исполнители всех ролей. То есть были такие активисты, двигатели, энергайзеры, были такие хорошие исполнители, надежные, которые выполнят любое поручение. Такое собрание сочинений, так скажем, оно действительно благотворно, благодатно для педагога. 48 вчерашних студентов теперь дипломированные специалисты. Многие из них намерены продолжить учебу в творческой стезе, как и Джульетта выпускного вечера Илона. Она с четырех лет занимается музыкой. Сначала это было фортепиано, но потом девушка выбрала вокал. И свой образ, и композицию Илона выбирала по любви. Ария Джульетты в числе фаворитов у выпускницы вокального искусства. Девушка уже прошла прослушивание в Московскую консерваторию имени Шнитке. Музыкальный колледж – это только самые яркие события в моей жизни. Мы все очень дружные, здесь нет напряжения, здесь все просто. Отличная обстановка для обучения, для творчества. Это то, что подходит мне и, наверное, каждому, кто здесь учится. Этот выпускной стал юбилейным. 55-й раз колледж отправляет в свободный полет актеров, вокалистов и музыкантов. Какие роли и мелодии им предстоит сыграть, теперь решают они сами. Катерина Машинцева, Эль Нурзалятов, Новость Юго-Востока. Во время летних каникул в 10 школах Бавлинского района организованы лагеря труда и отдыха. В одном из них побывала наша съемочная группа и узнала, что подростки выращивают в огороде и куда отправится урожай. Всего трудовой лагерь школы номер один посещают 20 детей. С 8 утра и до 2 дня они работают на пришкольном участке. Ребята также обеспечены горячим питанием. В школьном огороде растет лук, свекла, морковь, картофель, огурцы и другие овощи. Содержание участка в порядке и чистоте в летнее время – прямая обязанность учащихся, посещающих лагерь. В течение дня они пропалывают огород от сорняков, рыхлят почву и занимаются поливом овощей и фруктов. В пришкольном участке ребята работают охотно. Мы в огороде поливаем, полим сорняки, окучиваем картошку. Когда в огороде чисто, нам приятно. Как-то становится легче на душе. Если школьный огород чистый, приятно и самим школьникам. Мы посадили морковь, фасоль, огурцы, кукурузу и много всего. У нас будет осенью очень большой урожай. С началом нового учебного года овощи, фрукты и ягоды, растущие в пришкольном участке пополнят меню в столовой. Айгуль Хсенова, Эльмира Кузнецова, Булат Минязов. Новости Юго-Востока. В Альметьевске стартуют бесплатные тренировки зеленого фитнеса. Это будет запуск уже восьмого сезона. В программе конкурсы и мастер-классы. Первое занятие состоится 26 июня, воскресенье, на городском пляже. Начало в 12.00. Для участия нужно предварительно записаться на сайте «Зеленый фитнес». Как всегда по пятницам вышел свежий номер газеты «Знамя труда». Главная тема – День медицинского работника. Ключи от новых квартир, семьям врачей, поздравления, награждения Республиканской премии «Врач года». Об этом и не только узнаете из статей журналистов. История о женщине, которая посвятила жизнь воспитанию и развитию особенного сына, поделилась Мадина Варфоломеева. Из сельских новостей абдрахмановцы и тайсугановцы отпраздновали Сабантуй. А в Международный день балалайки Адель Матайгулин рассказал, почему он выбрал именно этот вид музыкального инструмента. О йоге, пользе и упражнениях, которые помогут держать тело в тонусе, в материале Арины Сафиной. Как учат служебных собак искать взрывчатые вещества, эко-тур-фестиваль, летние каникулы, в пришкольных лагерях открытие нового сезона культурной среды города. Все это можно прочитать в новом выпуске газеты «Знамя труда». А в новом номере газеты «Альмед Тоннары» можно узнать об открытии мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны Васылу Хузиахметову. О дне памяти и скорби материал подготовила Резидайс Могилова. А еще можно ознакомиться с хроникой происшествий, узнать, что беспокоит жители Альмедиска, и прочитать о порядке проведения мусульманского праздника Курбан-Байрам. Продолжается подписка на газеты «Знамя труда» и «Альмед Тоннары» на второе полугодие. Сделать это можно в почтовых отделениях или в редакции. Если у вас почтовая подписка, издания будут доставлять вам домой. Если подписка оформлена в редакции, то цена будет ниже, а газету нужно будет забирать самостоятельно. Кроме того, можно подписаться на газеты, не выходя из дома. Отсканируйте QR-код, который вы видите на экране. С его помощью вы попадете на портал Госуслуг и сможете подписаться на газеты «Знамя труда» и «Альмед Тоннары». На открывшейся вкладке нужно заполнить данные. Выберите второе полугодие, название газеты, месяц, количество экземпляров и адрес доставки, а затем оплатите. Таким простым способом можно сделать подарок близким, подписав их на любимые издания. Телефон для справок 32 59 81. Ждем новостей и тем для обсуждения и ваших вопросов. Связаться с нами можно через страницы в соцсетях, мессенджерах WhatsApp и Telegram. На сегодня это все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова